Он за странственные финты. Это Лукас. У нас и мяч уже Дмитрий Викторович подключил. И вот, например, Лукас вот еще и чудит, вот такие фишки выкидывает. А наши могут повторить за ним? Ну, можно запустить. Бразильские новички футбольного клуба «Балкана» из Зари Саратского района, Лукас, Додо и Нанда даже не подозревали, что сразу после переезда в Украину они на несколько месяцев окажутся на карантине. И тренироваться им придется вот так вот, не выходя из дома и индивидуально. Правда, по словам главного тренера клуба Андрея Пархоменко, всем футболистам клуба ставят задачи и они занимаются ежедневно. Коуч может в любой момент подключиться к тренировке по конференции и проконтролировать каждого. Но все игроки – профессионалы. И сейчас на первый план выходит самодисциплина. Сначала там это было там комменты, шутки, прибылутки. Нет, мы потом включились и сказали, что это очень серьезная вещь. Потому что неизвестно, сколько мы просидим. Пять раз в неделю, часовые работы, час-час 15, где входят на самом деле сильные вещи по поводу и силы, и координации, и реакции. Те вещи, которые ты не можешь в принципе, когда ты там в отпуске находишься, ты не можешь их так подкорректировать, если ты не работаешь под команду. Конечно, не хватает аэробной работы. Но ребята индивидуально, я думаю, что выходят, где-то пробежки делают, но это уже другое. Это уже как начнется уже чемпионат. В клубе рассчитывают возобновить полноценный тренировочный процесс сразу после майских праздников. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с 11 мая в стране могут объявить первый этап выхода из карантина. Согласно обнародованному плану, сперва представителям командных видов спорта обязаны разрешить проводить полноценные тренировочные занятия. Если это будет все-таки мягче и все будет, мы чувствуем, что хорошо и дадут добро, то мы будем, естественно, тренироваться нормально. Конечно, есть для этого доктор, который в любом случае будет держать под контролем. Так что я думаю, что таких больших проблем я не вижу. Главное начать. Понятно, сейчас каждый футболист оценивает, что такое футбол. Когда ты в процессе, где-то лень, где-то разные вещи. А когда ты сейчас оцениваешь, это не как, допустим, зимний период, ты можешь выходить, бегать, футбол играть, ты как бы не ощущаешь. А ты просто отдыхаешь и играешь. То есть здесь ты должен, конечно, абстрагироваться от этих вещей. То есть на самом деле ты теряешь очень сильно кондиции, то, что ты набрал, по-любому. И зато ты оцениваешь, как человек начинает любить футбол, свою работу. Если такой вариант развития событий в Украине станет возможным, то, вероятно, к июне могут возобновиться и матчи. Правда, карантин прилично отразился на финансовом состоянии многих клубов. И в СМИ часто говорят о том, что ряд команд могут не доиграть сезон. Балканы, к счастью, в это число не входят. У нас очень непростая ситуация, все это знают. Но наши руководители в любом случае молодцы, потому что такую сложную ситуацию они не оставляют людей голодными. Да, пошли на 50% снизили зарплату. Но на еду хватает, уже главное. Потому что проще, сейчас такие проблемы с урожаем, и проще всего было снять команду. В принципе, как бы ты ее не любил, когда ты платишь свои деньги, когда эта система настолько сейчас рушится, потому что мы понимаем, учитывая в стране, так же, как и у всех других командах. Поэтому я со своей стороны благодарен руководителям. Большой, очень шаг, что они не оставили никого и не рассматривают этот проект, чтобы сняться. В среду по инициативе Украинской ассоциации футбола состоялось общее собрание функционеров клубов УПЛ и Первой лиги. Точные даты будут известны только после 6 мая, когда Кабмин определится, какое именно ослабление карантина будет иметь место с 11 мая. Но ранее было решено точно дать команду минимум две недели, чтобы подготовиться к возобновлению игр. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал Репортер.